Можно ли в домашних условиях добиться белоснежной улыбки? Как активированный уголь помогает в поддержании белизны и здоровья зубов? Смотрите это видео до конца и все узнаете! Но прежде чем мы начнем, хотим поблагодарить всех зрителей нашего канала за поддержку! Не забывайте подписываться на канал и ставить отметку «Нравится», чтобы не пропустить выпуск новых видеороликов. Многие начинают свой день с гигиенических процедур, куда, конечно же, входит и регулярная чистка зубов. Для гигиены полости рта некоторые предпочитают использовать исключительно зубную пасту белого цвета, другие же отдают свое предпочтение средствам без выраженного вкуса или запаха. На современном рынке представлена масса различных зубных паст на любой кошелек и предпочтения. Но уверены ли вы в безопасности той зубной пасты, которую используете? Удивительно, но большинство представленных на полках магазинов паст содержит в своем составе ряд вредных, порой невероятно опасных для здоровья компонентов. При длительном использовании они способны стать причиной не только ухудшения состояния зубов, но и повлечь за собой развитие серьезных проблем со здоровьем. В последнее время стали популярными зубные пасты на основе активности, активированного угля. На первый взгляд может показаться, что это не более чем маркетинговый трюк, ведь что может быть общего между белоснежной улыбкой и черным активированным углем? На самом деле, созданный особым способом, активированный уголь оказывает положительное влияние на состояние зубов. Самый простой и доступный вариант – это смешать уголь с водой и очистить зубы, как обычно. Порошок активированного угля можно приобрести отдельно. Есть также и более простой вариант – зубная паста с активированным углем. В чем польза угля для наших зубов? Активированный уголь изготавливают из углеродистой древесины и ряда других веществ, подвергающихся обработке. В процессе создания уголь приобретает пористость, что позволяет отлично очищать поверхность зубов от скопившегося налета и убрать неприятный запах. Примечательно и то, что активированный уголь для чистки зубов – не новшество. Наши предки на протяжении длительного времени использовали этот продукт с целебной целью, а также в качестве гигиенического средства для очищения полости рта. От природы слюна в ротовой полости кислая, в ее составе достаточное количество белковых соединений и различных ионов. Они не опасны для здорового состояния полости рта, но со временем губительное влияние кислот и белков провоцирует возникновение проблем с зубами. В процессе чистки зубов с использованием активированного угля происходит изменение кислотно-щелочного баланса, а это несомненно огромный плюс. Происходит нейтрализация кислой среды, что в свою очередь устраняет неприятный запах из ротовой полости. Кстати, подобным эффектом могут похвастаться не все традиционные зубные пасты. Но более всего выражен отбеливающий эффект при использовании активированного угля. Обладая пористой структурой, вещество способствует очищению темных пятен с поверхности эмали зубов. Как приготовить зубную пасту с активированным углем в домашних условиях? Можно, конечно, приобрести готовую зубную пасту, но сделав средство в домашних условиях, вы будете уверены, в безопасности состава. Для приготовления пасты необходимо подготовить 1. Кокосовое масло. Оно необходимо для связывания частиц пищи и примесей на поверхности зубов для быстрого их выведения. Кроме того, кокосовое масло оказывает дополнительный питательный эффект для десен, предотвращая попадание патогенной микрофлоры на эмаль. Кокосовое масло не только имеет антибактериальный эффект, но и способствует укреплению зубов. Необходимо взять 1,5 столовых ложки жидкого кокосового масла. 2. Сам активированный уголь. Порошок активированного угля можно приобрести в специализированном магазине или же аптеке в таблетированной форме. Понадобится 2 столовых ложки активированного угля. 3. Экстракт стевии. Это растение позволяет слегка подсластить зубную пасту, сделав ее более приятной. Благодаря природному заменителю сахара, такое средство для очистки зубов будет не только приятным, но и полезным. Необходимо взять 7 капель экстракта стевии. 4. Эфирное масло. Можно взять масло лимона или мандарина. Любителям мятных паст рекомендуется взять соответствующее эфирное масло перечной мяты. Помимо приятного аромата, эфирное масло будет оказывать дополнительный антибактериальный эффект и бороться с неприятным запахом. Понадобится несколько капель любимого масла, 3,5. Для смешивания нужно взять стеклянную емкость, в которой будет удобно совмещать ингредиенты. Порошок активированного угля смешивают с маслом, добавляя стевию. Добиваются однородной консистенции и капают несколько капель эфирного масла. Как только смесь готова, ее необходимо герметично закрыть и хранить в темном прохладном месте. Используют средство как обычную зубную пасту, нанеся небольшое количество на щетинки зубной щетки. Можно тоже аккуратно пальцем нанести состав на десна. Затем влажной чистой зубной щеткой мягко промассажировать десна и поверхность зубов. После процедуры необходимо тщательно прополоскать рот. Может ли такая паста нанести вред? Специалисты утверждают, что использование пасты с активированным углем слишком часто может быть причиной повреждения тонкой эмали зубов. Также не рекомендуется использовать средство тем, у кого есть пломбы. Черный активированный уголь может забиваться в мелкие трещинки, откуда удалить его будет проблематично. Стоит помнить, что тем, кто обладает повышенной чувствительностью и кровоточивостью десен, использовать активированный уголь в качестве зубной пасты не рекомендуется. Твердые частички угля могут застревать в пространстве между зубами, дополнительно травмируя десны. Прислушивайтесь к своему организму и будьте здоровы!